Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас. Мир вам, Христос воскрес. Мы продолжаем праздновать этот праздник, воскресение Иисуса Христа, где Он доказал, что смерть не могла удержать нашего Господа и Спасителя. Он воскрес и Он воистину является Богом, Он воистину является Спасителем нашей жизни. Сегодня об этом поведают нам наши дети. Это очень хорошо и очень приятно, когда уже новое, следующее поколение учится прославлять Бога, смотря на родителей, смотря на вас всех, которые их поддерживают, учат стихи, учат ноты вместе с ними. Это большое благословение. Если мы будем это продолжать, у них будет намного больший шанс служить Богу, поклоняться Богу в этом неспокойном мире, в это неспокойное время. Поэтому это большое вложение и самая лучшая инвестиция, которую вы можете инвестировать здесь на земле, в наших детей, которых мы можем собрать с собой на небо. Это единственное, что мы можем взять с собой на небо. Поэтому мы их благословим сегодня и пусть они, как ангельские голоса, прославят сегодня Бога. Мы будем за них радоваться, поддерживать их молитвенно и также будет участие и слово, которое вдохновит нас всех. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что сегодня, в этот день, воспоминания о Твоем торжественном и победоносном воскресении. Мы благодарны Тебе, что Ты собираешь нас еще раз проговорить нашим сердцам, уже через голоса детей, через Слово Твое, через наши молитвы о том, что Ты слышишь, что Ты любишь, что Ты заботишься о нас, что Ты принимаешь нас в Свои обители и ожидаешь нас, когда мы войдем в Твое Отечество. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всех, которые будут сегодня участвовать, и нас, родителей, которые будут молитвенно их поддерживать. Благослови, и пусть Тебе будет за все сегодня слава, чтобы все, о чем мы поем, о чем мы рассуждаем, мы могли прожить и исполнить в нашей жизни. Помоги нам в этом, во имя Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Мы молим все, и все Божьи дети скажут Аминь. Мы поклонимся Господу. Всевышнему слава Он нас оправдал, Так мир возлюбил Он, что Сына нам дал. Спаситель нас кровью Своею омыл, И доступ к небесному счастью открыл. Славь Христа, славь Христа, Славь Христа, Славь Христа, Славь Вселенная вся. Придите, о люди, к престолу Христа, Прославьте всесильную жертву Христа. Лишь тот будет Богом навеки прощен Кто в полном смирении падет пред Христом Изнейший преступник, оставивший тьму Пусть смело идет за прощением к нему Славь Христа, славь Христа, с торжеством славь земля Славь Христа, славь Христа, славь вселенная вся Придите, о люди, к престолу Христа Прославьте всесильную жертву Христа Спаситель наставник, спасенный во всем И сила его нас от зла оградит Как радостно быть под надежным крылом Спасителя вера, облот наш ищи Славь Христа, славь Христа, с торжеством славь земля Славь Христа, славь Христа, славь вселенная вся Придите, о люди, к престолу Христа Прославьте всесильную жертву Христа Славь Христа, славь Христа, с торжеством славь земля Славь Христа, славь Христа, славь вселенная вся Придите, о люди, к престолу Христа Прославьте всесильную жертву Христа Нам Бог послал святого Сына Его назвал Иисус Он на земле страдал и умер И Он воскрес, чтоб нас спасти Осветный пуст Спаситель жив Он нам дарит вечность Спаситель жив И страх исчез Знаю Он Мой Искупитель Имеет смысл И жизнь моя Христос воскрес Настанет день Придет спаситель Исчезнет зло Бог даст покой protections Иисусague Иисус Христос Аллах Наш победитель Господь наш жив Надежда свет И путь домой Спаситель Жив Он нам дарит вечность Спаситель Спаситель Жив И страх исчез Я знаю Он о искупить и имеет смысл и жизнь моя христос воскрес нам он послал святого сына его назвали иисус он на земле страдал и умер и он воскрес чтоб нас спасли от смертных уст спаситель жив он нам дарит вечность спаситель жив и страх исчез я знаю о искупить и имеет смысл и жизнь моя христос воскрес спаситель жив он нам дарит вечность спаситель жив и страх исчез я знаю о искупить и имеет смысл и жизнь моя христос воскрес занимайте ваши места пока детки займут свои места проходите детки все занимать ваши места я расскажу вам историю которую рассказал на пастырском таком был пастырский пасхальный пасхальная молитва перед пасхой пастыря города собрались и один из говоривших пастырей привел такой пример о детях сказал что в его церкви задали вопрос детям как бы вы описали вашу церковь нескольких словах один мальчишка не растерялся и сказал церковь это бог любовь и люди ну тогда стал стал естественный вопрос а как ты к этому пришел ну потому что все это с бога начинается богом заканчивается любовь это то что мы разделяем друг с другом люди нужны люди если бы не было людей не нужно было бы никого любить если бы не было бога то и церкви не нужно было бы и потом пастырь подумал и говорит ну а как же в этой всей истории как бы грех грех где-то должен быть ведь иисус пришел и простил наши грехи как как-то грех надо мальчик подумал и сказал а те которые любят иисуса грех для них уже побежден это уже не вопрос поэтому очень правильная была оценка с которой мы все должны согласиться церковь состоит из людей которые возлюблены и прощены господом и господь все во всем господь любовь и людям наверное вот об этом сегодня нам расскажут детки и поведают о чудесном христовом воскресении christ is risen he is risen indeed и 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 ч о и вы его и Субтитры создавал DimaTorzok И мы уже поем и это день Простою зовем Христос Воскрес Христос Воскрес Поистину Воскрес Пусть весется, пусть весется Эта песня на небе Христос Воскрес И мы упоем и это день Простою зовем ПЕСНЯ ПЕСНЯ Стали громче птичьи трели, солнце ясное и теплее, всей палитры акварели разукрасили мир апрель. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус Христос воскрес! Иисус Хвала Христу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Его нет, он воскрес. Пойдите, посмотрите. Поднималось солнце на снег, С нами ветер, быстро оступало. Он воскрес, он с нами здорово, Разве счастья этого нам мало? Помнишь ремангельский рассказ, Не забыть про мутро воскресенья? И сказал им ангел, я вам нет, Он воскрес и всем принес воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня праздник воскресенье Мы воздадим Христу хваление. Христос воскрес, Христос воскрес, И пусть льется песня с небес. Иисус словам детей внимает, И вновь и вновь благословляет, И в небе ангельское пение Провозглашает воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какое преимущество, друзья мои, что мы знаем, что мы в руках нашего великого и прекрасного Спасителя. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им о немыслимые и несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем. Иначе от Моисея и со всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приближившись они к тому селению, которые шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлезал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о произошедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Евангелист Лука по-своему интересно описывает все события, которые связаны с воскресением Господом Иисуса Христа. Своему читателю, а именно любимому Феофилу, к которому он обращается, он хочет на самом деле донести сердце самого Евангелия и открыть красоту, величие Иисусом Христа. Он описывает каждый сюжет, каждый эпизод для того, чтобы показать, насколько Христос с сочувствием относился к каждому человеку, который встречался на его пути. Более того, он не просто с сочувствием относился к каждому, но с искренним желанием помочь и ответить на самую насущную нужду, которую имел человек. События, которые произошли и так бурно случились в жизни учеников и последователей Иисуса Христа, на самом деле выбили их из колеи. Дети, а вы, когда едете со своими родителями, вам видно их настроение или нет? Вы видите, когда ваши родители радуются? Вы видите, когда ваши родители чем-то удручены? Это очень отчетливо видно, например, когда ваши родители шли и заключали какую-то сделку, и она не получилась вдруг. Ну, например, вы пошли покупать дом. Пошли, посмотрели, понравилось, дали вроде бы оффер, и вам звонит ваш агент и говорит, не получилось. А вы так хотели этого, а вы так страстно желали уже зайти в этот дом. И дети, они видят ваше настроение. Знаете, одно дело дом покупать. Но есть те вещи, например, когда вся страна стоит на ушах. Вот, ноябрь месяц 2020 года прошел, и вот на самом деле на политической арене Соединенных Штатов разгорелись такие баталии, которые не были, видимо, наверное, до сих пор. Все только и говорили, кто победит, кто не победит. И вот этот разговор же культивировался, правда? И вот, наверное, многие люди, которые смотрели за результатами выборов, да, там вот вдруг остановился подсчет на ночь. И те, которые не пошли спать, начали переживать. Знаете, вот я не скажу, что нечто подобное, но еще больше происходило тогда в жизни учеников Иисуса Христа. Они на самом деле стенали, потому что римляне, они были жестоким народом. Их правление над Израилем отличалось особой жестокостью. Тот же самый Лука описывает эпизод, когда Пилат смешал жертвы, помните, приношение людей, которые приносили жертву, с их кровью. Он показывал, на самом деле, насколько велики были страдания этого народа. Поэтому не мудрено, когда Клеопа говорит Иисусу Христу, послушай, ты что, разве не знаешь, что здесь происходило в последнее время? Разве ты не слышал, что они сделали с Иисусом? Мы так надеялись. Знаете, когда мы говорим о нашем правительстве, я на самом деле не против, чтобы у нас был президент, который христианин. Это великое дело. Но послушайте, что говорит Сященное Писание по поводу того, что делает Господь, и нам станет намного яснее, что делает Христос в жизни каждого из нас и делал тогда в жизни израильского народа. Если вы откроете со мной послание к Ефесянам, 1 глава, 11 текст, вы увидите удивительную истину, о которой говорит апостол Павел, когда он говорит о том, что мы имеем в Иисусе Христе и как Христос совершает все в нашей жизни. Он говорит так, в нем мы и сделались наследниками, предназначенных тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. Здесь вы увидите в послании к Ефесянам, что апостол Павел говорит о всех тех благословениях, которые открываются для верующего человека, и что мы имеем в Иисусе Христе. И здесь апостол Павел подчеркивает абсолютную истину, что все, что происходит в этом мире, происходит исключительно все по воле Небесного Отца. не частично, не периодами, не выборочно, но абсолютно все. Поэтому независимо от того, кто является президентом, губернатором, мэром или просто рядом с вашим начальником, все, что в нашей жизни происходит, происходит по воле Божией. Послушайте, что говорит Священное Писание о царях. В книге притчи, 21 глава, 1 текст, говорит нам следующее. «Сердце царя». Чье сердце? Царя. Где оно находится? В руке Господа. Что делает Господь? Как поток и вод, Он направляет сердце царя куда захочет. И написано, Он направляет его. Второе. Если нам это еще не убедительно, второй текст говорит еще чуть-чуть лучше. Говорит так. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Как люди, которые смиряются перед Богом, исполнят Его волю и предназначение, так и люди, которые противятся воле Божией, исполнят Его волю и Его предназначение. Как царь, сердце которого в руках Божьих находится в Его руках, и Он им направляет, как потоки вод. Я не знаю, насколько вы знакомы с фермерством, но у моего деда была огромная поляна, они там косили, вот речка текла, а рядышком была поляна. И для того, чтобы дать подпитку траве, дед брал и делал такие отводы. И вот Он один отвод откроет, и вода потечет в одно направление. Он там закроет и перенаправит воду. Вот то же самое делает Господь с царями. Он смотрит, куда Он течет, и вдруг, если Ему не нравится, как царь делает дело, он раз и перенаправляет. Поэтому, братья мои и сестры, независимо от того, кто президент, кто губернатор, кто мэр, Господь на троне. Так вот, в данном случае, два ученика Иисуса Христа направляются в Эмаус. Их сердца на самом деле очень отяжелели, потому что в течение нескольких дней до и после того, как Христа распили, они то наполнялись необычным торжеством, когда вся толпа въезжала в Иерусалим, когда все кричали Христу, Ассана, то оно на самом деле наполнилось глубочайшей подавленностью, когда они увидели распятым своего Спасителя. И как они говорят Христу, а мы так надеялись, они так надеялись, что Он будет тем, который сядет на престоле Давида. Христос, в данном случае, мы видим, Он их не оставляет. И в этом первый урок, который я хотел бы сегодня, чтобы мы запомнили. Первое. Независимо, какой трудный наш жизненный путь, независимо, насколько подавлено наше сердце, не имеет разницы, насколько эмоциональное наше состояние тянет нас вниз. Очень важно, чтобы к нашему пути присоединился Иисус Христос. Не друзья, не сильные мира сего, но присоединился Иисус Христос. Если посмотреть на расстояние между Иерусалимом и Эмаусом, это расстояние примерно в 7 миль. Как вы думаете, 7 миль за сколько можно пройти? Два часа где-то, да? С интересным собеседником на самом деле хочется, чтобы эта дорога не заканчивалась. Вспомните, мужья, как вы проводили своих жен. Я когда разговаривал со своей племянницей, когда она разговаривала мне о том, как они начали встречаться со своим мужем, она говорит, мы когда шли домой, выбирали самый длинный круг, самый длинный. Мы не могли наговориться, мы не могли насладиться общением друг с другом. И вот нечто подобное происходит по пути в Эмаус. И ученики потом, кстати говоря, о своем опыте общения с Иисусом Христом так и подметят, что их сердце в тот момент, когда они общались, что делало? Горело. Это потрясающее состояние, когда вдруг вы сознаете, что в вашем сердце действует энергия, которая дает вам вдруг такой радостный привкус жизни. Вдруг вы от своего собеседника начинаете узнавать о таких вещах, о которых вы раньше не думали. Евангелист Лука очень точно подмечает, как себя чувствовали ученики, и он описывает их состояние с трех ракурсов. Если вы посмотрите в стих 17, то мы читаем, что они были в печали. Печаль – это плохая подруга по жизни. Это плохой спутник. Почему печаль? Потому что неоправданные ожидания, какие-то ложные надежды, которые мы ставим, не восполняются, и человек начинает печалиться. Другое состояние, 21 текст, говорит о их разочаровании. Он говорит, мы надеялись. И это говорит о их глубоком разочаровании. Я знаю, что каждый из нас в своей жизни имел опыт разочарования. Когда мы, может быть, разочаровывались в людях, когда мы разочаровывались с тех, которые нам что-либо обещают и вдруг не исполняют свои обещания. И самое, наверное, плохое, когда мы разочаровываемся в своих любимых. Они самое большее причиняют нам боль. Когда разочарование детей, например, когда дети разочаровываются в своих родителях, или же наоборот, родители разочаровываются в своих детях по причине какого-то негативного опыта, который на данный момент владеет их сердцем. Что же касается Христа, мы должны быть внимательны здесь, что несмотря на то, что Христос обещал ученикам, они на самом деле были в глубоком разочаровании. Как вы видите, даже рассказы женщин, которые говорили о ангелах, и вы сегодня слышали свидетельства, что в принципе свидетельства женщин никто даже и всерьез не воспринимал. Более того, потом Петр говорит, что мне явился Господь, и, наверное, здравомыслящий человек бы сказал, слушай, ты только что от Него отрекся, и Он тебе явился. Да не говори глупости, если бы Он явился, то точно не тебе. И третье состояние было тогда, когда они изумлились. С 22 по 24 текст они на самом деле говорят о том, что в принципе эта информация, которую они получили об Иисусе Христе, о воскресении Христа, она привела их в замешательство. Они и вдруг осознали, что они ничего не знают. Вот пришел человек к осознанию, что все, что он знал, к всему, чему он надеялся, пришел момент, что он просто идет домой разочарованный, под впечатлением и в глубокой печали. Христос, когда присоединяется к их путешествиям, он начинает восстанавливать их внутренние состояния. И вот может быть еще несколько практических уроков и мы будем молиться. Эти практические уроки будут краткие, потому что Христос, Он делает это четко, Он попадает прямо в цель и Он обращает важное их внимание на то средство, которое принесет в их жизнь мир, радость, утешение и спокойствие. Первое, на что Христос обращает внимание, Он говорит так. Он на самом деле уделяет много внимания, чтобы показать на состояние их сердца. Он говорит так им. Несмысленные и медлительные сердцем. Казалось бы, это очень такой лояльный перевод, но вы помните, апостол Павел использует то же самое слово несмысленные в отношении галатов. Помните, да? Где он говорит о несмысленные галаты или другими словами о вы глупые галаты. Здесь Христос как бы вскрывает, Он вскрывает сердцевину, сердце человеческое. Он не церемонится, Он не подбирает лояльные слова, Он не подбирает толерантные слова, Он не пытается их не травмировать, а называет вещи своими именами. Он говорит, вы глупые и более того, вы очень медленные. Вы медленно реагируете на обстоятельства. Знаете, оба качества, они разрушают жизнь человека, что тупость и медлительность. Все нужно делать вовремя и нужно сердце свое наполнять той информацией, той пищей, которая будет вести вас к жизни. И вот посмотрите, на что обращает Иисус Христос. Внимание, Он говорит, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. Оказывается, причина их печали, причина их эмоциональной нестабильности, причина их изумления заключалась в их неверии. Почему сегодня много глупцов? Потому что они не верят. Библия говорит, Псалом 13 о человеке, которого она называет безумным. И он говорит, сказал безумец в сердце своем, что Бога нет. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. причина неверия во всемогущего Бога. Они готовы верить всему и всем, но отрицают единственного праведного судю, творца неба и земли, единого премудрого Бога, которому должна принадлежать вся слава, хвала и честь. И Христос им говорит, вы не верите, поэтому вы несмысленные и недлительные сердцем. Что же является верой? Если мы посмотрим на веру, то это как раз доверие той информации, которую мы считаем истинной и авторитетной. На протяжении всей истории человечества Бог обращал внимание человека своим словам. И когда Он говорит в книге пророка Исаии, что Его Слово не возвращается тщетным, но исполняет то, предназначенное чему быть, Он имел как раз в виду то, что Слово Его исполнится во всем. Приход Иисуса Христа, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение и Его второй приход, тщательно с планированным Богом, и Он произнес, когда этому нужно случиться. На протяжении четырех тысяч лет Его приход планировался, чтобы, когда придет полнота времени, Бог послал Сына Своего во плоти. Видите ли, у Бога ничего не происходит хаотичным, и вот здесь Иисус Христос обращается к людям, которые называются народом Божьим, которые утверждают, что Господь есть их Бог, а оказывается, что они не верят Писаниям. Именно Слово Иисуса Христа оно дает жизнь. Мы видим, что здесь Слово используется или Писание в двух смыслах. В первую очередь Сам Христос является Словом. Когда евангелист Иоанн пишет свое Евангелие, он говорит, что в начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. 14 текст первой главы Евангелия говорит нам о том, что и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Братья мои и сестры, на протяжении земной жизни Иисуса Христа они могли увидеть, что ничего из сказанного Иисусом Христом не прошло даром, все Его слова исполнялись. Если он сказал сухорукому протяни руку и она оставала здоровой, если он сказал расслабленному встань возьми постель и ходи, он вставал и шел, если он сказал другому расслабленному прощаются тебе грехи, ему были проще на грехи. И в этом заключалась Евангелие. Эти люди все были этому свидетели, они не могли забыть. Во-вторых, Христос их обращает внимание на Ветхий Завет, на Писания, которые были написаны, которые были даны им как руководство для того, чтобы они ожидали обещанного Мессию, и когда Он придет, чтобы они узнали время посещения Его. Христос Сам является Словом, и Христос также является тем, который напоминает им о Словах Господних, которые были речены пророками до Его прихода на эту землю. Поэтому Он им напоминает, что они должны веровать Словом. Вера должна играть более значимую роль в определении жизни, нежели наши желания и наше эмоциональное состояние. Бог всегда обращает внимание на нашу веру. Второе, на что хотел бы обратить внимание, это что Христос не просто обращает их внимание, чтобы они верили, но Христос обращает их внимание на то, чтобы они верили всему, что о нем написано. И это очень важно. Вот посмотрите на евреев, на избранный Богом народ. Подайте им сегодня 53 главу пророка Исаию и спросите их отношение к этой главе. Вы же знаете, что в многих синагогах эту главу даже пропускали, потому что эта глава говорит нам о страдающем Мессии, о тот, который будет нести наказание, тот, который возьмет на себя немощи и наши болезни. 11-12 текст, 53 главы пророка Исаии говорит так, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Он понес смерть, он к злодеям причтен. еврей берет себя за голову нет, 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 это не может быть Мессия. Мы ждем победителя, мы ждем царства, мы ждем престол Давида восстановленный. А Христос пришел как страждающий Мессия. Евангелие от Луки 22, глава 37 стих говорит так, ибо сказываю вам, говорит Христос, что должно исполниться на мне и сему написанному и к злодеям причтен, ибо то, что о мне приходит к концу, говорит Христос. Откуда казалось бы правда? Если бы он об этом не говорил, если бы он об этом не напоминал, если бы он на этом не ставил акцент, они бы могли сказать, мы об этом ничего не слышали и не знаем, но Христос напоминает им Евангелие. В другом тексте, 20 глава Евангелия от Луки, обратно же Иисус Христос говорит следующее, что значит сие написанное, 20 глава Евангелия от Луки 17 стиха, что значит сие написанное, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, всякий, кто упадет, на тот камень разобьется, и на кого он упадет, того раздавит, и искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что он о них сказал эту притчу. Он всегда напоминал им то написанное, которое было о нем. Еще несколько текстов, Псалом 68, 21, 22 текст. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадание, но нет его утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Вот это творение сделало своему Творцу. Если мы говорим о победоносной жизни, если мы говорим об искренней, настоящей, живой вере, если мы говорим о том, что мы на самом деле свою жизнью показываем, что мы доверяем Христу, торжество победы Христа в нашей жизни будет возможно только тогда, когда мы будем тщательно исследовать Писание, чтобы доверять Ему и видеть свою жизнь исключительно в свете священного Писания. Есть Писание в сердце и есть настоящая жизнь. Если Писания слова нету, значит и жизни нету. Писание говорит, вы тогда мертвые по грехам вашим и преступлениям. Мертвых хоронят. И Бог говорит, если не обратитесь, похороню навечно, отделю от себя. Это смерть вторая. Христос с пониманием отнесся к ученикам. Более того, Христос учит их, чтобы они не просто с почтительностью, но с искренним доверием относились к автору Писания. чтобы они не игнорировали фактом Слова Господнего, но чтобы они прилепились к этому Слову всем сердцем, всею душою и всем своим разумением. Чтобы они искали Господа, когда можно найти Его. Чтобы они призывали имя Его, когда Он близко. Посмотрите, как естественно они откликнулись на то, чтобы пригласить Иисуса Христа в свою жизнь. Писание нам говорит о том, что Христос делал вид, что хочет идти дальше, но они удерживали Его. Останься с нами. От таких попутчиков не отказываются. Такими попутчиками дорожат. Такие попутчики никогда не бывают помехой. Даже если эти попутчики Клеопа был со своей женой, нам о втором попутчике ничего не сказано, но вполне вероятно, что он мог возвращаться со своей супругой домой. Христос не является лишним в наших семьях. Пригласить Его. Держите всегда открытыми перед Ним двери. Когда Христос заходит, Он делает одну единственную вещь, в которой мы узнаем Него, Он берет хлеб и ломает. Это тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Сокрушенное тело Христа, умершего за мой и твой грех, пораженного до смерти. Писано, Он вкусил смерть за всех. Бог не просто дал нам шанс, а Бог в Иисусе Христе дарует нам все обетования. Как ценно для каждого человека понимать, что делает Христос в нашей жизни. Посмотрите на реакцию учеников. когда Христа не стало, они не ощутили недостаток Его присутствия. Они ощутили потребность поделиться этой вестью. Вот то, что сделал Христос в их жизни, преобразило их сердце настолько, что они эти семь миль пробежали, наверное, в Иерусалим. Лука повествует нам о том, что не зашли там одиннадцать апостолов и бывшие с ним, и можно сказать, там происходит первое собрание после воскресения Иисуса Христа. Вот сейчас можно кое-что сказать и о собрании. Ученики собрались, мы всегда исповедуем, что где двое или трое собраны во имя Христа, там что? Там Христос среди них. И вот здесь они собраны, они рассуждают о том, что они слышали, что они увидели, и вдруг предстает перед ними Христос. Две вещи он говорит мир вам. Спокойствие в этом бушующем, погруженном в грехи, погруженном вот в это все беззаконие этого мира, а здесь люди собраны во имя Христа, и Христос говорит мир вам. Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам. Преображение сердца внутреннего сердца человеческого, несущее в себе спокойствие и уверенность в Слове Господнем. Второе радость. Хотел бы также обратить на ученика внимание, который отсутствовал. Помните его имя? Фома все на собрании, а Фома занимается своими делами. У него может быть вечер провождения со своими друзьями или с семьей, он не на собрании. Ученики встречают его, говорят, мы видели Христа, он говорит, не поверю. Знаете, человек отсутствующий, он всегда будет неуверенно себя вести по жизни, ему всегда нужно будет какие-то доказательства, ему всегда нужно будут какие-то примеры, чтобы его убедить прийти на собрание. И то, что они говорят, мы видели Господа, не является убедительным, но, знаете, Фома все-таки рискнул прийти на второе собрание через неделю. Почему, например, второе воскресенье как раз и называется неделей Фомы. исповедание исповедание его веры Господь мой и Бог мой стоит многого, но я хочу сказать, что это может быть достоянием и может быть и Господь хочет, чтобы оно было нашим достоянием, чтобы, во-первых, мир его наполнил наши сердца, чтобы радость присутствовала в нашей жизни и чтобы наше исповедание, что Господь есть Бог, оно было твердым, решительным и решающим все в нашей жизни, потому что только Он делает все по изволению воли Своей. Да прославится в этом Господь. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты Бог наш, а мы дети Твои. Благодарим, Господь, за то, что в Иисусе Христе Ты усыновил нас, что это не наша заслуга, но Твоя благодать и Твоя милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что и сегодня Ты держишь дверь спасения еще открытой, куда может всякий войти, призывающий имя Твоем. Мы просим Твое благословение на тех, которые еще не в мире с Тобою. Господи, поторопи. Время пришествия Твоего приближается, и мы с радостью ожидаем его, потому что знаем, что в этом также избавление наше и восхищение наше от зла. Да будет Твое имя благословенно в каждой семье, в каждом сердце, в каждом человеке, чтобы наша жизнь, наше хождение перед Тобою приносило славу Тебе, потому что Ты один достоин чести, хвалы и поклонения, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы в заключении будем петь, я приглашаю группу прославления. У нас есть несколько объявлений на этой неделе. В среду у нас разбор Священного Писания, как молодежные, так и взрослые. не знаю, за спевку детского хора будет у нас? Нет, спевки детского хора не будет, но будет разбор Священного Писания. В пятницу будет школа Благовест и в субботу целый день. В пятницу в 6.30 и в субботу целый день с 9 часов будет школа Благовест. Мы будем также молиться о всех тех, о которых наша Церковь согласилась молиться, после того, как мы споем вместе и заключим это служение нашей общей молитвой. Я приглашаю вас встать, мы споем в заключении и помолимся. Спасибо. Воспяньте, воспойте, ликуйте, обыдной кровью Христа, вы новую песню воспойте, кому, кто спас от греха. Ликуйте, ликуйте, воспойте и славьте Христа. Ликуйте, 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 воспойте и славьте Христа. Прославим Того, кто на землю сошел, чтобы нас оправдать, спасти нас, сыной своей крови и счастье навеки нам дать. Ликуйте, 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 воспойте и славьте Христа. Христа, ликуйте, 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 воспойте и славьте Христа. Он силу нам даст и победу, на битву с грехом укрепи, любовью своей поддержи и духом своему тверди. ликуйте, 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 поспойте и славьте Христа. Ликуйте, 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 поспойте и славьте Христа. Воспойте со всеми святыми Болевную песню тому, Кто нас искупил в своей крови, О, слава навеки ему! Ликуйте, 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 Воспойте и славьте Христа! Ликуйте, 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 Воспойте и славьте Христа! Мы помолимся за заключение, Отец Небесный. Мы так благодарны Тебе, что сегодня и на этом вечернем собрании Ты дал нам возможность поклониться Тебе в Духе. Мы благодарны Тебе за слово, которое было сказано в истине и в силе Твоего Духа. Мы просим Твоего благословения, Мы просим, чтобы каждого из нас Ты не прошел мимо, Но остался вместе с нами, с нашими семьями, С нашим общением, с нашим Духом. И, Господи, все те, которые просили молиться за них, Мы приносим на руках молитвы и просим, чтобы каждого Ты коснулся особым образом. Мы просим за исцеление Даника Широка и Амалии Гринь и Владика Мирона. Благослови наших соседей Келвина, Дебби и Дороти. Боба, храни, Господи, в руке Твоей, Святой, привлеки к себе. За Аню Ехимец и Серафиму Цуркан. За Василия и Асю Алиевских. За Ольгу Владимировну Аветисову. Благослови Саню Кондора на Украине. И восстанови Белочку Коливайка полностью. За Александра Сойбельмана. Восстановление его здоровья. И за Антонину Сгерю. Благослови этих братьев и сестер. Ирину Еремчук. Благодарю Тебя, что сегодня Авенир и Давид могут быть вместе с нами сегодня. Благослови их жизнь. Благослови их родителей. Прошу Тебя за их папу Игоря. Благослови его, чтобы он пришел к Тебе. Чтобы осознал, что он священник в доме своем. Приведи его к себе. Привлеки к себе. Также за Вадимой, за его семью. Чтобы ты навел там полный порядок. О славе, его освобождении от зависимости. О тех ребятах, которые охладели для Тебя за Израила, Артема, Андрея, за Рому. Благослови их, пожалуйста. О сыновьях брата Владимира. Храни в руке Твоей Святой. Приведи, привлеки к себе. Просим Тебя о помощи и благословении в семье Гриневич, в семье Горбань. И за семью Штыковых, которые отправляются в поездку в Турцию. Благослови всех тех, о которых мы молимся. И особым образом прикоснись к каждому. Благодарим Тебя, что Ты хранишь нас и благословляешь, Господи. Мы нуждаемся в Твоем водительстве и попечении. Благослови водителей большегрузных машин. Благослови всех нас, когда мы будем на работах, на местах учебы, во всем, Господи, чтобы мы отражали нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. А пусть благодать и мир Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. Божьих Вам благословений. Приветствуйте, друзья.